О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Допрос президента, что рассказал Пётр Порошенко на слушании по делу о госизмене Януковича. Большая перемена. Какие изменения подготовил Кабмин для школьников и военных пенсионеров? Пограничное состояние. Прекратил ли Евросоюз финансовые проекты по модернизации наших КПП? Петр Порошенко рассказал о госизмене Януковича. Президент, как и обещал, выступил в качестве свидетеля на судебном процессе. Сделал это не лично, а по видеосвязи из-за плотного рабочего графика. На вопросы защиты и обвинения отвечал около часа. О чем спрашивали и какие ответы прозвучали, слушала Ольга Теребинская. У Абалонского суда с утра толпа людей. Сегодня здесь по делу о госизмене Виктора Януковича должны допросить президента Украины Петра Порошенко. Везде металлические рамки, а здание цеплено правоохранителями. Но процесс начинается с ходатайства прокуроров разрешить со свидетелем видеосвязь. Президент Украины и глава государства. Есть ряд официальных заходов, которые за вчась, но за далеки планируется. И эти взносы не имеют вообще государственное значение для нашей страны. Именно поэтому, сторона обвинения, кто хочет продвигать в режиме видеоконференции. И хоть адвокаты с такой просьбой категорически не согласны, судьи видеодопрос разрешают. В зал приглашают первого свидетеля, Владимира Ельченко. Несмотря на то, что во время начала обострения ситуации в Крыму он был послом Украины в России, о происходящем на полуострове узнавал в основном из СМИ. Официальная Москва на его запросы не отвечала. Из засобей массовой информации нам стало известно, что примерно 27 лютого, уже, я помню, 19-го года, начали являться військовые российские в Крыму. Что правда, российская страна все это спростовала, на мою думку, и это подтвердивали и новины, и даже в массовой информации. Отбывалися предисликации родственных сил российских с территории России на территорию Крыму. Я думаю, что уже на тот час их там было, ну, что наименьше родственных тысяч десять. То есть, отбывалися, ну, это был фактически начаток агрессии российской, которая закончилась аннексией в Крыму. Спустя полтора часа допрос Ельченко закончился. И прежде чем приступить к видеосвязи с президентом, прокуроры просят показать видео о визите Порошенко в Крым в феврале 2014-го. Мы должны сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. В два часа дня на связь выходит Петр Порошенко. Прокуроры начинают с вопросов о целях его поездки в Крым в 2014-м. Он объясняет, будучи нардепом, поехал туда по собственной инициативе и по поручению тогдашнего и у президента Александра Турчинова. Цель – урегулировать политическую ситуацию. Рассказывает, этому визиту всячески мешали провокаторы. И добавил, что тогда зеленых человечков на полуострове видел лично. Как вы видите, военнослужащие в зеленой форме. Это были военнослужащие с пророги СССР, как из склада Чорноморского флота, так и регулярных сил, которые были перетянуты в эти дни, начиная с 20-го лета на территории Украины. Мы, паново Республики Крым, через соответствующие аэропорты и порты Украины, без договоров украинской державы, без соответствующих процедур, что может квалифицироваться как агрессия и незаконная аннексия суверентной независимой территории Украины. Были вопросы и о незаконном референдуме в Крыму 16 марта. Незважаючи на то, что Украина Крыма не мала повноважений о оголошении так называемых референдумов, никакого оголошения не произошло. Манипуляции с датами, с начала 25 марта, отчим 16 марта, свидетельствовали о невпеванность, успешность, незаконность действий российской власти, которая в такой способ намагалась легитимизировать действия российской федерации. Но свой допрос адвокаты начали с выяснения, почему президент не приехал в суд, на что Порошенко рассказал о своем графике, чтобы перейти к вопросам по делу. Но они практически не прозвучали. Спустя десяток отклоненных вопросов защиты судья прерывает допрос Порошенко. Я вынужден прекратить ваш допрос. По справе оголошается перерыв. До завтра на 10 часов. Но и с этим решением суда адвокаты не согласны. Так как графика вызова свидетелей у них пока нет. Ольга Теребинская, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Сразу после допроса у президента состоялась встреча с главой датского МИДа. Петр Порошенко и Андрес Самуэльсон обсудили выполнение минских договоренностей и вопросы освобождения украинских заложников. Украина и Дания будут совместно выступать за размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе. В том числе и на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Петр Порошенко также отметил, Киев в судебном порядке будет добиваться освобождения всех своих территорий, включая Крым. На сегодняшний день мы имеем численные доказы и в том числе подготовленные за моим доручением судовые процессы по різным направлениям, в том числе в Международном суде ООН. Начиная с финансирования терроризма с боку Российской Федерации и завершивая порушение морского права или порушение конвенции с ликвидацией расовой дискриминации, что касается Крыма украинцев, крымских татар и многих других. Украина в этом году может довести до конца все заочные судебные процессы в отношении Януковича и его соратников. Об этом заявил генпрокурор на итоговом совещании по результатам работы за прошлый год. Юрий Лусенко также добавил, что в ходе расследования в отношении президента-бедлеца и его окружения подозрения выдвинуты четырем сотням человек, 200 из них правоохранители, 50 уже признаны виновными. Юрий Лусенко также сообщил, что по закону о спецконфискации в страну вернули 44 миллиарда гривен украденных Януковичем и его соратниками. Эти деньги уже используют для улучшения социальной инфраструктуры, а также на нужды Минобороны. Активно боролись и с коррупционерами. За год правоохранители раскрыли 9,5 тысяч коррупционных преступлений. 1600 чиновников осуждены. Это, по словам генпрокурора, в три раза больше, чем за предыдущие годы. Чтобы увеличить количество реальных сроков, коррупционерам в ГПУ подготовили изменения в законодательство. Хотят, чтобы депутаты отменили условные приговоры за взятки и незаконное обогащение, а тюремные сроки за коррупцию установили как минимум от одного года лишения свободы. За выполнение любого коррупционного преступления, криминальная ответственность может предупреждать и 8, и 5, и 4, но не меньше одного года в язнице. Никаких штрафов там не может быть. Не меньше одного года избавления воли. Это нижняя межа оценки любым судам, любого коррупционного преступления. И следует, и прокурор, и судья будут бороться с злочинностью. Той, кто будет переходить на другую сторону в этой войне, будет отримывать покарание не меньше 5 лет. Кабмин повысил пенсии военнослужащим. Насчитывать новые выплаты начнут с 1 января 2018 года. В среднем пенсии увеличатся на 1500 гривен. Обсудили сегодня на заседании правительства и новую образовательную реформу. Все подробности знает Александр Васильченко. Дискуссии по поводу повышения пенсии военнослужащим начались еще осенью. Дорабатывать законопроект, утверждает премьер, могут еще несколько месяцев. Но это лишь формальность. Выплаты пересчитают с 1 января. И при начислении учтут первые два месяца этого года. Сегодня мы принимаем решение про повышение пенсии для военнослужащих. В среднем это повышение, как я и обещал, несколько месяцев назад будет доревноваться с 1500 гривен. Весь перерахунок в этих параметрах будет сделан с 1 сентября 2018 года. С сегодняшнего дня начнется работа нарахований новых пенсий военнослужащих с 1 сентября. В свою очередь, министр соцполитики Андрей Рева заявил, что в течение двух лет эти надбавки могут еще увеличить. По закончению, эта цифра может подвоиться. То есть, с 1 сентября 2020 года пенсийное обеспечение силовиков взросло почти в два раза. Утвердили сегодня в Кабмине и новый образовательный стандарт. В целом, средние учебные заведения будут делиться на три школы. Начальная, базовая и старшая. Базовая заработает в следующем году, старшая не позднее 2027. Реформа начальной школы начнется уже с 1 сентября для обучающихся по программе 12-летки. Отныне Минобразование будет разрабатывать исключительно базовую учебную программу. Как проводить уроки и какой использовать методический материал, решать учителям на местах. Этот стандарт был опрацован в продолжение двух лет. Мы вложили, враховывали наиболее интересный, наиболее успешный опыт, практически семи страны. И вложили также международную экспертизу. Утвердил Кабмин и стратегию реформирования госбанков. Согласно документу, доля госсектора на рынке в течение пяти лет сократится до 24%. Сейчас она составляет рекордные 55. Впрочем, обсуждение банковской реформы переросло в бурную дискуссию. Сошлись на одном. Существуют завышенные требования по кредитам и отсутствие гарантий перед вкладчиками. Поэтому премьер поручил провести полный аудит фонда гарантирования вкладов. Я доручаю Министерству финансов внести пропозиции уряду щодо системного аудиту фонда гарантирования вкладов физических осіб. Формование стратегии поводжения с такими активами, чтобы вся края знала, какие активы, как они продаются, сколько они стоят, сотни миллиардов. По данным Инфина, банковская система Украины завершила 2017 год с убытком почти в 25 миллиардов гривен. Александр Васильченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. И вернемся к теме перерасчета пенсии силовикам. Как и когда Кабмин начнет выплаты, насколько они увеличатся и откуда правительство возьмет деньги. Обо всем узнаем у премьера Владимира Гросьмана. Он на прямой связи со студией. Владимир Борисович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время на разговор. И первый вопрос к вам. Каков механизм перерасчета пенсии военнослужащим? Ведь, согласно решению Кабмина, он должен охватывать срок уже с 1 января. Сейчас, конец февраля. Как будут начисляться деньги вот за эти два месяца? Доброго вечера. Дякую за ваше запитание. Питания, я не знаю, очень важны. Отновлено социальной справедливости, из-за крыма категории военнослужащих. Вы знаете, что мы начали дискуссию о створении нового закону. И с листопада месяца ведется такая дискуссия. Пока что немае остаточного решения, но я вважаю, что военнослужащие пенсионеры не должны ждать. Я обещал, два параметра. Это то, что подвижение будет не меньше, чем на полтора тысячи в среднем. И что этот рассылок будет сделан с 1 сечня 2018 года. Я обещал свою выполнен. Сегодня мы приняли решение, которое позволит Пенсионный фонд, вместе с МВС и Министерством обороны начать рассчитывание новых пенсий, которые будут рассчитывать именно в среднем 1,5 тысячи подвижения с урахованием и сечня, и лютого месяца. Мы прогнозируем, что это торкнется подвижение 498 тысяч военнослужащих пенсионеров. И мы будем дальше працювать над тем, чтобы остаточно законам визначити еще больше социальных гарантий у тех боевых военнослужащих, которые сегодня защищают нашу страну. На эти цели мы витратимы приблизно около 7 миллиардов гривен. И мы знаем шляхи, каким чином эти деньги мобилизовать, чтобы провести это увеличение в рамках базового дефицита, который пока еще сохранится в пенсионном фонде. Поэтому решение принято. Воно уже с конца этого неделя будет доведено на месте. И начнется работа индивидуально пенсионного фонда с каждым военнослужащим пенсионером что до подвышения. И так, как только этот рассчитан отбудется, в березне, в квотне уже военнослужащие пенсионеры получают возможность получать новую пенсию. Спасибо. Скажите, откуда вы возьмете деньги? Вы сказали, что решение не требует внесения права к законодательству, не требует изменения бюджета. Будет ли это работать и хватит ли денег в бюджете для повышения пенсии? На такое подвышение у нас выстачит денег. Они предбачены сегодня бюджетом самого пенсионного фонда. И эти выплаты будут выполнены без залучения дополнительных финансовых ресурсов. Наголошуя, что это требование было очень важным для выполнения, но нужно чтобы у нас появился новый закон. Сейчас, оскольки дискуссии продолжают, я считаю, что военно-пенсионеры не должны ждать еще несколько месяцев, пока политические дискуссии закончатся. Поэтому деньги есть в бюджете пенсионного фонда и все будет выплатено до копейки военно-пенсионерам. Еще один важный вопрос. Изменится ли состав тех, кто может рассчитывать на повышенные выплаты? Еще раз запитание, я не почув. Изменится ли состав тех военнослужащих, которые могут рассчитывать на повышенные выплаты? Расширится, возможно, либо сократится? Нет, я сказал, что это фактически охопает абсолютно всех военно-пенсионеров. Это приблизительно 498 тысяч пенсионеров. Это почти вся количество. К другой теме вернемся. Сегодня на Кабмине вы сказали, что образовательную сферу снова ожидает реформирование. Рассказали, что станете привлекать бизнес для обеспечения потребностей школ. Как это будет работать на практике и чем вы заинтересуете бизнесменов? Первое, хотел бы сказать, что это не снова мы начинаем какую-то реформу. Мы сегодня затвердили стандарт новой початковой школы. Это означает, что мы изменим подходы к навчанию наших абсолютно талановитых детей. Мы проведем кращий, а вы знаете, что мы из семи страны взяли лучший опыт, над которым два года работали фаховцы, министры обеспечения и министерства, чтобы этот опыт дали возможность научить детей достаточно конкурентно, створить процесс навчания инициатива школы. Мы это сделаем за деньги государственного бюджета. И более того, один миллиард в этом году вперше мы будем направить на то, чтобы сделать материально-техническую базу школу сучасную мова в том числе и про электронный контент навчания. Нам нужно создать много навчальных программ, чтобы наши украинские дети получили доступ уже с первых лет навчания в школе до сучасных знаний, чтобы они научились вчитись, чтобы этот процесс был не обтяжливым, а максимально цикавым, чтобы каждый украинский учитель, и это такая возможность появляется, мав смогу донести свои напрацювания в самосвитний процесс. И такая автономия сегодня у школ и у вчителей тоже появляется. Поэтому это новый стандарт, который не чтобы что-то начали реформировать, а наоборот посильную всю компетентную складовую навчание для наших детей. Поэтому мы идем дальше, идем вперед. Вы знаете, что несколько этапов. Початковая школа – это 18-й рік, 1-е вересня, потом базовый ревень – вступит в силу в 2022-му и в 2027-му році вищий ревень начальника в школах. Но нужно максимально обеспечить новое стандарты, потому что конкуренция сегодня шалена. Украинские дети являются надзвучайно талантливые, и мы должны создать для них возможность получать базовые знания в средней школе высокого уровня. Это процесс. Но хочу подкрасить, что на больший жаль, этот провал в государственной политике о поддержке качественной осветы, он сегодня чувствуется тоже. Поэтому нам нужно надоложить все, что было упущено за предыдущие периоды. Владимир Борисович, спасибо вам за ответы. Премьер-министр был на связи с нами и рассказал о последних решениях Кабмина. Как будет проходить перерасчет пенсии бывшим сотрудникам силовых? Структур проконтролируют оппозиционеры. Об этом заявил лидер оппозиционного блока. Тем более, что полицила всячески помогала бывшим силовикам добиться повышения пенсии. Но по мнению Юрия Бойко, увеличение выплат на полторы тысячи это слишком мало. Мы тоже в этом участвовали, мы им помогали, мы пошли в суд, мы обратились во все инстанции для того, чтобы привлечь внимание к этому, мы поддерживали их на массовых акциях. Слава Богу, что процесс пошел, полторы тысячи это не соответствует по нормативным документам, поскольку пенсии не пересчитывались у военных пенсионеров с 2012 года. Все должно быть справедливо. Если люди заслуживают этого, есть нормативные документы, пожалуйста, перечитайте. Медреформа в действии, врачи не знают, что с ними будет завтра. Медики единственной больницы в Горишних Плавнях, это Полтавская область, пока только то и делают, что пишут отчеты для Минздрава. Зачем они нужны и как в МИД-учреждении переживают последствия реформы? Подробнее в нашем материале. Это единственная больница в Горишних Плавнях. Здесь обслуживают более 50 тысяч человек. С недавнего времени по постановлению кабинетов министров количество коек пришлось сократить до 235. У нас в свое время было 500 лижек. Потом, когда была одна постанова, дали бюджетное финансование и провести лишковый фонд до бюджетного финансования. И мы то сокращали, до того сокращали, потом еще постановили до 80 лижек на 10 тысяч населения, потом на 60 лижек на 10 тысяч населения. Теперь, говорят медики, министерство озадачило новым постановлением. Согласно медицинской реформе, пациентов в больницах будут лечить только за деньги. Сейчас оставляют прескурат услуг. Но для начала в статистический центр нужно предоставить данные об операциях, которые проводят в каждом отделении. Указать, какие лекарственные препараты используют, сколько нужно так называемых расходных материалов. Спирта, бинтов, ваты, шприцев и прочее. Наша Полтавская область является пилотным регионом по наработке вот этих обрахований. Это очень сложная работа. Она у нас длилась в течение 2017 года. Когда это придет к тому, что каждая по услуге что-то должна стоить, но по услуге мы сейчас пока идем конкретно про операции. Ну, опять-таки, самую суть реформы мы еще вот здесь, наши вторые, мы не знаем. Готовы к концу года и уже по этим данным в Минздраве станут рассчитывать стоимость той или иной услуги. В оппозиционном блоке таким подходом возмущены. Как отметил Юрий Бойко, в части финансирования полная неразбериха, а цены на лечение, которые уже известны, просто астрономические, говорит народный депутат. Я был удивлен, когда по одному из пресс-курантов лечение фурункула 7 тысяч гривен, это средняя зарплата по стране. Вылечил фурункул, на все остальное уже человеку и не остается денег. Мы категорически против подобной реформы, которая ничего доброго для людей не принесет и непонятно ни людям, ни врачам. А создание отдельной организации в Киеве, которая будет в ручном режиме распределять деньги по стране и делить их, что является прямым путем коррупции, исключив из этого процесса местные органы власти, областных депутат, областного совета, городского, это вообще недопустимо. По словам Юрия Бойко, оплачивать медуслуги по таким заоблачным ценам люди не в состоянии, поэтому оппозиционеры уже обратились в Конституционный суд с требованием отменить медреформу. Елена Мендрук, Евгений Коденцов, подробности, телеканал Интер, Полтавская область. В Харьковской области к проектам в медицинской сфере подключится Евросоюз. Поддержку и участие европейцев пообещал посол ЕС в Украине Кьюг Менгарелли во время встречи с губернатором Юлией Светличной. Все подробности у Светланы Шекеры. Кьюг Менгарелли начинают утро со встречи с харьковскими чиновниками. Глава Харьковской облгосадминистрации рассказывает послу ЕС, как идут реформы в регионе и договаривается о новых точках взаимодействия. ЕС поможет строить новые центры предоставления админуслуг и поставит оборудование для онкоцентра. Домовилися, что до возможности организации отдельных программ поставки устаткования и обладания в новый онкологический комплекс, который будет строиться в Харьковской области. Домовилися, что на Харьковщине будет проведен проект поддержки сельской медицины, который дает возможность подготовить медицинские кадры, дать возможность поддержки медицинских грантов, а также сделать оценку качества дания медицинских послуг и дать рекомендации, за которыми мы сможем постоянно удосконаливать этот процесс. Посол Евросоюза отметил, что несмотря на сложные условия, реформы в области идут и касаются они разных сфер жизни. Мы со стороны ЕС хотим поддержать госпожу губернатора и ее усилия в стремлении создать новые рабочие места в регионе, повысить качество услуг, которые предоставляют гражданам в результате децентрализации, повысить качество услуг, которые предоставляют правоохранительные органы в Харьковской области при поддержке консультативной миссии Евросоюза, повысить качество первичной медицинской помощи в рамках реформы в сфере здравоохранения. Завтра посол Евросоюза встретится с харьковскими студентами, а сегодня вечером отправится на стадион «Металист», смотреть матч Лиги чемпионов, где украинский шахтер встретится с итальянской Ромой. Светлана Шекера, Александр Яновский, подробности, телеканал Интерхарьков. Рокоментировал посол ЕС в Украине Хюгмин-Гарелли и ситуацию с отказом Евросоюза продолжать с Киевом проекты, связанные с модернизацией КПП. По его словам, окончательного провала программы не произошло, но есть трудности в реализации. Кто виноват в их возникновении, об этом рассказал уже глава Минфина Украины Александр Данилюк. Мы знаем, что возникли трудности с реализацией этого проекта. На данный момент я не могу подтвердить или опровергнуть тот факт, что деятельность проекта была приостановлена. Мы тесно сотрудничаем с органами самоуправления в Украине и мы существуем для того, чтобы помочь им реализовывать ту или иную политику. Это достаточно негативный сигнал, очень негативный сигнал, скажу вам отверто, потому что когда мы говорим про współпрость с нашими партнерами, через вашу неспроможность мы просто сами себя дискредитуем. Были проблемы, они связаны с ДФС, но это не вопрос этого года, минулого года. Это вопрос из этой программы началось еще раньше. Поэтому будем сейчас шукать выгод в этой ситуации. проект стоимостью почти 30 миллионов евро был в первую очередь направлен на модернизацию пунктов таможенного пропуска. Это 6 объектов. Цель максимально ускорить процесс оформления грузов и уменьшить автомобильные пробки на границах. Но буквально вчера в ЕС предупредили, что программу сворачивают из-за подозрений в коррупции. И к слову о коррупции. Наши расследования о скрытой жизни Вадима Рабиновича продолжаются. Сегодня стало известно, что лидером партии Зажиття займутся в НАБУ. Об этом далее в материале. Как Рабинович за Бугор летал скандальную историю о том, как прибедняющийся нардеп Вадим Рабинович путешествовал по Европе, довольно активно обсуждают в разных силовых структурах и по разным причинам. Недолгий полет в Швейцарию обошелся нардепу минимум в 19 тысяч евро. 12 февраля Рабинович воспользовался услугами сербской компании AirPink и арендовал чартерный рейс. Но не любит скромный Рабинович лоукосты и регулярные рейсы. В общем, на борту чартера Рабинович и двое пассажиров. Эту информацию обнародовали журналисты страна UA сразу же по прилету джета с бортовым номером в IUPZM в Женеву. Чуть позже стало известно, что Рабинович планирует посетить страну, в которой он уже Наумович. Он же и выяснил, депутат вылетел по украинскому паспорту, а вот вернулся по израильскому. Иначе говоря, улетел Вадим, а вернулся Давид Рабинович. При этом уже не из Израиля, а из Ниццы. И не сербским, а румынским чартером. Он, кстати, дороже 24 тысячи евро. Судя по всему, петлял так не зря. Ведь в декларации Нардепа 24 тысячи евро просто не помещаются. А доверчивым бабушкам клянется с экранов телевизоров, мол, денег нет нищий я. Мне за вас обидно. На роскошное зажиття Рабиновича неоднократно обращали внимание и парламентарии. Обращались в НАБУ с требованием проверить его декларацию и двойное гражданство. И, видимо, благодаря нашим материалам антикоррупционные органы наконец пристальнее глянули на скандального Нардепа, живущего явно на очень широкую ногу. О том, что по делу Давида Вадима Рабиновича уже начали расследование, сообщил народный депутат Сергей Каплин. Значит, у цьому мешку приблизно полтора миллиона гривен с средними купюрами. Рівно стільки відомий на весь світ борець за права трудящих, простих людей, вкладників банків Вадим Рабинович заплатив, а тепер увага, за один перельот из Киева до Швейцарии. За один перельот. Звідки ці гроші? Ми звернулися до Национального антикоррупционного бюро. І Национальное антикоррупционное бюро почало провадження у цій справі. Я хотів би, щоб ми не дозволяли в своїй країні орудувати різним прохіндеям, авантюристам і тим, хто зловживає важким, надзвичайно важким життям простих людей. Я переконаний, що маємо викинути його і подібних йому до наступних парламентських виборів, до наступних президентських виборів з України. О мутних историях с финансами бригадира партии та ж у стволу в гражданам. Все подробності після короткої реклами. Вдома має бути друг. Будь-будь-будь-будь. Подивимось, як живуть люди, що страждають на ревматизм та артроз. Чули, що погода змінюється? Егеш. Так я зранку намазилася долгітом. Тепер нехай. Крем долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. І я піду намажу, бо вже суглоби ломить. Толгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Німіт-гель. Для швидкого полегшення болю. Не пече, не лишає плям на одязі. Має приємний запах. Німіт-гель. Дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Іноді я сумою за дитинством. Коли небо було блакитнішим, а трава зеленіше. Смак мого дитинства це улюблений гематоген. Він містить білок та залізок, що відновлюють баланс енергії в організмі. Гематогенна Тур Плюс. Перевірена роками користь. Для кращого результату спробуйте комплекс Лакалут Сенситив вранці та ввечері. Тато, це не наша мама. Не жить. Застосовуємо Нокспрей. Заклало ніс Нокспрей. Нокспрей діє швидко, коштує недорого. А ти вже спробував новинку. Хрусткі хлібні палички та улюблена Нутелла. Нутелла Енд Гоу. Твій ранковий перекус. Турбує гемороль? Проктоглівенол. Повершує біль, свербіж та печіння. Зменшує запалення. А також підвищує тонус гемороїдальних вен. Проктоглівенол. На востокі страны знову обостріння. Один український воєнний погиб, двоє ранені. Боєвики использували оружіе, запрещене Минскими договоренностями. На Луганському направліні противник біл по українським позиціям в районі Троїцького, Новоалександровки, Катериновки і Железного. На Донецькому направліні ввели огонь в районі Водянова і Авдеївки. На Донецькому напрямку агресор з мінометів калібру 120 та 82 міліметри і гранатометів ввів огонь по захисниках Водяного, що на Приазов'ї. Зі стрілецької зброї противник обстрілював позиції оборонців Авдеївки. Загалом від початку доби зафіксовано 13 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. З допомогою оружію рішить конфлікт на Донбасі невозможно. Уверен спецпредставитель США по вопросам України Курт Волкер. Об этом он заявил в інтерв'ю зданию «Европейская правда». Единственным решением, по його мнению, являются миротворцы і соблюдення минських договоренностей. В то же время Волкер пообіщав, що военна допомога Києву не ограничиться поставкою ракетних комплексів «Дживелин». Цель американців – восполнить пробелы в вооруженні украинській армії. Борьба України против коррупції не мене важна, чем против иностранной агресії. Об этом заявил заместитель госсекретаря Джон Салліван. Сегодня политик прибыл в Україну. Он уже встретился с президентом Петром Порошенко. Стороны обсудили ситуацию на Донбассі і активізатию двустороннього партнерства. Говорили і о том, які шаги необхідно предпринять, щоб направити миротворческу миссию ООН на Донбасс. Немецкая армия в критическом состоянии. Бундесверу не хватает техники і квалифіцірованних кадров. І це при тому, що на оборону країна виробляє мільярди. О проблемах немецких військових. Татьяна Лагунова. У Бундесвера больші проблеми, начиная з острої нехватки кадров і заканчивая матеріально-техніческим обеспеченням. Традиційний доклад о состояниї дел в армії на днях презентовал уполномоченный Бундестага по вопросам обороны і документ оказався разгромним. 115 страниц плохих новостей. Автор доклада Ханс-Петер Бартельс не скрыває, дела плохи. В Бундесвері більше 20 тисяч свободних вакансій, а техника вообще дышит на Ладан. Материальне обеспечення крайне плохое. В конце прошлого года 6 из 6 немецких подводних лодок вышли из строя. Из 14 аэробусов 400М в небо не поднялся ни один. Такая же ситуация и на флоте. Старые корабли выводят из эксплуатации, а новые вводят задержками. Из 15 фрегатов у нас сейчас есть только 9. Да що там подводні лодки и самолёты. Военным не хватает банальных бронежилетов, комплектов зимней формы и палаток. Эта информация уже не из доклада, а из немецких СМИ. Они сообщают, армия оснащена так плохо, что немецкие солдаты не могут эффективно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО остриё копья. Военачальники парируют. Всё идёт по плану. Согласно временному плану, эта многонациональная бригада должна быть создана до конца июня этого года и потом приступить к учениям. Так что сейчас мы находимся на стадии подготовки и до лета немецкая часть будет готова со всем оснащением необходимым для выполнения этой миссии. Увеличение расходов на оборону зафиксировано и в новом коалиционном соглашении. Немецкие партии договорились взять курс на выполнение своих обязательств в рамках НАТО и в будущем выделять на военные нужды 2% от ВВП. А это 65 миллиардов евро. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Суды Евросоюза в Люксембурге отменил санкции против Сергея Клюева. Защита обжаловала прошлогоднее решение Совета ЕС о продлении экономических ограничений против украинского депутата-беглеца. Судьи встали на сторону Клюева, поскольку, по их мнению, Совет Евросоюза не проверил, насколько обоснованы обвинения в его адрес. У Совета ЕС есть два месяца, чтобы обжаловать это решение. До тех пор санкции будут оставаться в силе. Напомню, в марте 2014-го Евросоюз заморозил активы бывших украинских чиновников за злоупотребление государственными средствами и продлевал эти санкции каждый год. Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина. Теперь они будут находиться под домашним арестом и носить электронный браслет, а их дело пересмотрят вновь. Напомню, Васильцу и Тимонину задержали, предъявив подозрения в сепаратизме. Сами журналисты все отрицали. В сентябре прошлого года райсуд Житомирской области приговорил их к 9 годам тюрьмы. Те подали апелляцию. Накануне заседания депутаты Европарламента написали письмо президенту Порошенко, которым призвали освободить блогеров. Повысить прожиточный минимум в Украине требуют народные депутаты это по блокам. Соответствующие обращения они направили в Конституционный суд Украины. Документ подписали больше 50 нардепов. Все они настаивают на том, что бюджет на этот год нужно пересмотреть, а социальные стандарты для населения поднять, включая и пенсии и зарплаты. По словам Натальи Королевской, найти на это деньги в бюджете вполне реально. Сегодня мы передаем Конституционный суд два обращения с требованием признать бюджет на 2018 год в части расчета прожиточного минимума неконституционным. А прожиточный минимум это базовая величина, от которой рассчитываются все социальные выплаты, минимальные пенсии, все социальные стандарты. Поэтому мы требуем, чтобы суд срочно пересмотрел эту норму. Мы уже подали законопроект в парламент вместе с депутатами от позиционного блока, где требуем с 1 марта минимальный прожиточный уровень назначить 3960 гривен, а минимальную зарплату 5000. Бизнес на милостыне. В Черновцах общественные активисты разоблачили притон, обитатели которого несколько лет попрошайничали в городе. Людей с инвалидностью по всей стране собирал житель Закарпатья, арендовал жилье и отбирал у них часть денег. Сколько зарабатывал таким образом узнавала Ольга Паламарюк. За группой попрошайок общественные активисты следили около трех лет, изучали места, где те собирают милостыню, посчитывали участников. И вот, наконец, нашли место, где те живут. Увиденным были шокированы. Двухкомнатный дом на окраине Черновцов. Внутри облезли стены, оконные рамы заклеены пленкой. Вместо дверей грязные простыни. Здесь жили как минимум 10 нищих. Помещение арендовал 43-летний житель Закарпатья. Именно он и был организатором группы. Людей с инвалидностью собирал по всей стране и привозил сюда. Среди жильцов дома правоохранителя обнаружили и трехлетнего ребенка. Но девочку, скорее всего, к попрошайничеству не привлекали. Милостыню просила ее мама, 19-летняя жительница Закарпатья. За нашими данными фиксировалось, что была еще одна дитина. Раньше, но сейчас эта дитина перебивает вместе с матерью на территории Закарпатской области. Нашли в помещении и деньги, около 30 тысяч гривен. Все мелкими купюрами и монетами. Под замком организатор группы хранил паспорта некоторых подопечных. Но сами они уверяют, жить в таких условиях были не против. А может вы боитесь? Может вам погрожат? Нет, нет, я хочу так добре, как вы жили на улице. Всех участников группы увезли в больницу, сейчас их обследуют. Известно, что у одного из мужчин обнаружили туберкулез. Но вот открыть уголовное производство против организатора правоохранители не могут. Дескать, заниматься попрошайничеством он не заставлял. Но общественники требуют принять меры, ведь по их данным руководитель группы планирует привезти в Черновцы еще нескольких человек с инвалидностью. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер Черновцы. Спровоцировать межнациональный конфликт в Закарпатье пытались двое поляков. Об этом заявил глава области Геннадий Маскаль, он сослался на данные досудебного следствия. Напомню, 4 февраля в офис общества закарпатских венгров. В Ужгороде бросили коктейль Молотова. В Миде Венгрии тогда заявили, что опасаются за безопасность венгров в Закарпатье, а в область нужно отправить миссию ОБСЕ. По данным Маскаля, провокаторы состоят в польской экстремистской организации Фаланга, которая тесно контактирует с российскими правами. Иностранцы приехали в Закарпатье и из Словакии совершив налет на офис, сразу же вернулись обратно. День 96-го року, День 93-го Андріан Марглевский из Крахова и Томаш Рафал Шимовяк из города установили точно их данные, их особи через камеры зовнішнего осторожения. Мета посвятить украинцев и угорцев. Они пытались двое подпалить. Другой раз уже в четверти ранку, причем так подпаливали, что они сами не занялись. Видно, с кількох камер, которые не текали. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.